добрый день всем рада видеть вас на своем канале сегодня у нас первый день весны совсем скоро женский праздник поэтому предлагаю сегодня к нему подготовиться и сшить классный подарочек для любой женщины подойдет абсолютно всем и для него нам понадобятся вот они у меня здесь лежат две такие вешалки это у меня из магазина fix price вешалки должны быть из проволоки здесь они покрыты вот таким вот пластиком каким-то резинкой можно использовать и просто проволочные вешалки они обычно покрыты какой-то эмалью но они нам понадобятся в самом конце а пока мы с вами приступим к шитью для этого нам понадобится несколько отрезов ткани размеры я буду озвучивать вам дальше вот такой это у меня для лицевой части это для подкладки и вот такая еще ткань она компаньон с вот этой тканью да я подобрала так чтобы цветочки сочетались с цветом этой ткани тоже совсем небольшой кусочек и еще молния у меня разъемная она может быть не разъемная главное она должна быть длинной около 40 сантиметров и так первый наш основной кусочек ткани вот такой он размером 36 на 33 сантиметра его я продублировала вот таким вот дублерином но он у меня не слишком жесткий то есть ну ткань такая достаточно мягкая нам надо чтобы она держала форму поэтому то что будет подкладкой я простегаю ткань для подкладки я взяла пока что чуть чуть большего размера но в принципе она должна быть такая же как и основная ткань я простегаю с вот таким вот пропаренным синтепоном это синтепон сотка проутюженный через влажную тряпку и когда мы его утюжим он становится такой вот тоненький и форма держащий вы можете простегать лицевую сторону с обычным наполнителем сделать такой сэндвич и он уже будет держать форму я хочу простегать подкладку именно чтобы вот эта ткань осталась в первозданном виде поэтому я сейчас нанесу разметочку через каждые четыре сантиметра вдоль и поперек и просто простегаю прямой строчкой вот такие клеточки у меня получились и по краю я прошла мелкой строчкой чтобы закрепить вот здесь и не распускалась стежка мы все этот кусочек я уже подровняла и сделала точно такой же как лицевую часть теперь нам нужно сложить их вот так вот пополам обратите внимание если у вас ткань с направленным рисунком например сейчас вам покажу вот такая да здесь у нас четко летят эти пчелки вот так вот вверх и когда мы сложим вот так то с одной стороны они будут лететь вверх а с другой вниз что некрасиво на этой ткани вот так если мы сложим то она практически одинаково не слишком это заметно если у вас направленный рисунок тогда вы вот эту большую деталь сшите из двух частей то есть чтобы у вас вот здесь был шов отсюда пчелки летели вверх и сюда пчелки летели но как бы тоже вверх до чтобы направление рисунка был одинаковым с обеих сторон вот ну а мы продолжаем складываем лицом к лицу вот так вот здесь у нас короткая сторона здесь длинные стороны сложили совместили все срезы можно сколоть булавочками и сшиваем по боковым сторонам с припуском в один сантиметр на лицевой части просто обе стороны стачиваем а на вот этой подкладочной складываем точно также и с одной стороны оставляем место для выворачивания только не в самом низу отступите от низа примерно 5-6 сантиметров и вот здесь вот где-то сделайте это отверстие все готово и теперь нам нужен утюжок и вот эти припуски нужно разутюжить аккуратненько так открываем и разутюживаем на лицевой стороне и на подкладочной точно также здесь аккуратно где синтепон старайтесь только носиком проходить по шву не задевать утюгом чтобы не испачкать подошву потому что он прилипнет так вот здесь где у нас отверстие раскрываем и заутюживаем припуски также как будто бы это у нас стаченный шов вот здесь он делаем такие сгибы утюгом чтобы потом было легче зашить это отверстие все теперь нам нужно оформить уголки внизу для этого складываем вот таким образом смотрите я заранее отметила на своей заготовки центр и вот этот вот сгиб до который у меня вот здесь проходит я его там наметила мылом и теперь когда складываю одну из сторон вот эту здесь вот точно на уголке этот шов начинается и этот шов должен совпадать с этой линией центра вот таким образом все плоско раскладываем и нам нужно вот здесь теперь отметить я заколю чтобы ничего не сместилось закалывая с одной стороны и можно и сразу с другой стороны ну и здесь соответственно я делаю также здесь остренький уголочек и совмещаю шов с отметкой и здесь с этим же швом таким образом у нас здесь вот получается плоско все и мы можем отметить берем линейку таким образом находим 5 сантиметров вот у меня 5 я его прикладываю к своему шву и вот здесь уголок должен с этим сгибом сойтись то есть ширина донышка у нас будет всего 10 сантиметров вот так провожу линию так вот с одной стороны и с другой стороны то же самое вот здесь у нас 10 и вот эта линия должна быть длиной 10 сантиметров прокладываем строчки делаем закрепочки с двух сторон и эти уголочки зашиваем на подкладочной детали делаем все то же самое здесь я ориентируюсь по своей стежке складываю ровненько и вот видите где отверстие как раз она приходится почти на то место где мы будем зашивать уголок главное чтобы она не заходила дальше так и точно так же отмечают готово отрезаем лишнее оставляем припуски шириной в один сантиметр все теперь подкладка у нас остается в таком виде вот эти углы можно заутюжить я делала таким образом вот сюда наверх только нужно прикрыть чем-нибудь чтобы опять же синтепон не прилип слишком сильно усердствовать не надо вот чтобы главное эта сторона держала форму и и здесь точно так же просто примять все на этой части точно так же заутюживаем вот сюда наверх здесь можно вывернуть складываем вот поэтому шу коротенькому и просто вот так немножко приутюживаем делаем это ребро более четким так эти части готовы 2 мы их пока что откладываем в сторону дальше приступим к нашей молнии берем еще один кусочек ткани он у меня тоже продублированный если у вас плотная ткань это у меня обычный хлопок для пэтчворка я его продублировала если у вас ткань плотнее то можно в принципе не дублировать у меня он немножко побольше поэтому я лишнее отрежу и теперь этот прямоугольник разрезаем на 4 полосочки шириной 3 сантиметра все это лишнее потому что у меня была ширина 14 сантиметров я взяла с запасиком чтобы не промахнуться теперь на этих полосочках нам нужно заутюжить края на 1 сантиметр подворачиваем можете отметить можете на глаз с одной стороны и со второй стороны делаем так на всех четырех полосках и следите чтобы они по итогу получились у вас одинаковой длины потому что можно где-то чуть чуть больше чуть меньше заутюжить и будут отличаться они нам нужны идеально четко совпадающие все все полосочки готовы на пары и делим берем сначала две берем нашу молнию и пришиваем эти полосы примерно по центру то есть с краев у нас должны быть одинаковые примерно расстояние нам нужно одну полосочку приложить с лицевой стороны вот так лицом к лицу молнии можно ее зафиксировать булавочками они должны лежать абсолютно плоско без всякой при посадке и теперь вторую сторону вот так переворачиваем и сюда же прикалываем то есть у нас должна быть молния заключена между двух планочек и вот здесь вот концы планочек должны быть на одном уровне так и здесь выравниваем так у меня вот здесь как я не старалась все равно немножко по разному поэтому я сейчас исправлю и вот эту сторону загнул посильнее чтобы вот здесь они были прям вровень все прикололи идем к машинке и прокладываем строчку вот здесь начиная прямо от края планки делаем закрепку и прокладываем строчку до конца и здесь также делаем закрепку от края да у нас здесь все три слоя должны быть по краю выравнены и от края на ширину лапки я шью это у меня 8 миллиметров готова теперь сначала я проутюжу просто вот так на ребро потому что тут такая стянутость есть чтобы это все расправилась теперь сначала с той стороны где изнанка молнии отгибаю эту планочку и отутюживаю ее вниз хорошенько отгибайте чтобы здесь не было никаких наплывов и лишней ткани все и теперь с лицевой стороны здесь я тоже немножко пройдусь жидкостью и здесь я отгибаю и утюжу так чтобы не задевать молнию утюгом вот так аккуратненько только по сгибу самой планки готова и теперь нам нужно проложить закрепляющую строчку вот здесь от начала планки вдоль нее на 1 миллиметр от сгиба и вот здесь до конца вот так должно получиться и теперь все то же самое мы делаем с другой стороны прикладываем планочку следим также чтобы место где она начиналась было ровно над тем местом где начинается первая наша планочка и здесь то есть чтобы когда мы все пришьем все совпало вот так должно получиться и теперь нам нужно соединить все вот эти детали вместе значит для начала берем ту которая у нас лицевая деталь прикладываем молнию получается вот тогда лицом где молния лицом к ткани совмещаем здесь я совмещаю вот так вот прям со швом вот здесь вот у меня шов и я прям ровненько к шву прикладываю планку и смотрю дальше вот так если сложить все ровно ровно здесь у меня видите на пол сантиметра до следующего шва не доходит поэтому я смещу вот так у вас может быть тоже не совсем совпадет это не страшно если будет прямо не четко до шва а немножко отступая от него ничего страшного вот так вот теперь прикалываем срезы совмещаем все с одной стороны прикололи теперь расстегиваем и другую сторону также переворачиваем и прикалываем таким образом опять же чтобы лицевая часть молнии была напротив лицевой части ткани здесь отступаем ровно столько же от шва и точно также фиксируем потом прокладываю строчку на машинке чтобы скрепить эти две части она где-то на пол сантиметра вот так вот прямо по кругу взяла и прошлась строчкой можно это сделать в принципе ручную прометать но на машинке быстрее теперь в нашу подкладочную часть мы вставляем основную деталь вот таким образом здесь также совмещаем швы да вот у меня шов на подкладке вот у меня шов на основной части подкладку можно сделать немножечко так вот здесь вот завернулся припуск вот так его расправим на 3 4 5 миллиметров выше чтобы она внутри потом не собиралась и было лежала там хорошо да так я фиксирую с двух сторон вот эти молнии у нас вот туда вниз идут чтобы они не попали в шов следите так ну и эти стороны соответственно также скалываем можно сразу подкладку сделать на сантиметр короче и потом просто срезы сравнять и все скололи и по этой стороне тоже и также по кругу пристрачиваем уже здесь я буду ориентироваться на край вот этой основной детали но строчить не на пол сантиметра она 7 миллиметров ровненьким шовчиком чтобы в конце все было аккуратно все все три части соединены находим наше отверстие и аккуратно выворачиваем так отверстие сразу можно зашить по тайным швом здесь как смотрите все четко совпало удивительно и ничего не выравнивала так ну и соответственно я думаю вы уже догадались ведь да что мы с вами шьем косметичку вот у нас уже почти все готово можем попробовать как у нас тут молния действует все хорошо дальше нам нужно проложить строчку вот это все отвернуть хорошенько вниз можно про утюжить и так же как здесь на 1 миллиметр прямо по кругу проложить отделочную строчку и для хвостиков молний вот этих чтобы они у нас не были вот такими некрасивыми и особенно вот здесь нужно сделать такие заглушки мне бросились в глаза вот эти вот уголочки которые мы отрезали да я попробовала из них сделать эти заглушки и вот так у меня получилось довольно симпатично смотрите вот как был уголок отрезанный я его приложила вот шов выровняла с центром молнии отметила ширину молнии немножечко больше чем молния то есть не прямо впритык а на миллиметрик больше с каждой стороны и вот так вот нужно теперь проложить строчки до конца и сделать обязательно вверху и внизу закрепочки готова дальше отрезаю вот это лишнее здесь надсечки делаю на припуске и вот здесь отрезаю уголочек вот так отгибаю верхний край вот эти вот маленькие шовчики как бы в разутюжку и нам нужно отогнуть на сантиметр так ну и теперь выворачиваем на лицевую сторону помогаем себе чем-то остреньким все еще раз все выравниваем и приутюживаем вот такой получился треугольничек отрезаем конец молнии вот от планки на пять с половиной сантиметров все концы вот так я немножко подгибаю надеваю сверху треугольничек так чтобы он зашел прямо до конца и все фиксирую булавками и прокладываю строчку аккуратненько на машинке это такой способ ради утилизации уголков вы можете сделать и просто прямоугольнички обычная как всегда мы это делаем здесь вот я уже прострочила и здесь сейчас тоже закрепляю так ну все казалось бы косметичка готова да но мы же не использовали вешалки для чего-то они нам нужны из вешалок мы с вами сделаем рамку которую вставим вот в эти получившиеся кулиски чтобы у нас косметичка приобрела форму саквояжик а и открывалась вот так и держала красиво свой вот этот верхний внешний край для этого мы берем вешалку берем кусачки возможно грубую мужскую силу так как у меня нету в данный момент я буду справляться как-то сама вот достаточно легко она откусывается дальше вот эта прямая часть только нам понадобится все то что вверху не понадобится отмеряем от этого края 29 сантиметров это у меня здесь и откусываем здесь тоже готова и теперь нам нужно согнуть эту штуку отступив четыре с половиной с каждого края я отмечу вот так вот здесь четыре с половиной и здесь четыре с половиной затем берем пассатижи плоскогубцы обычные и сгибаем вот по этой метки я кладу вот так вот на коврик беру вот здесь вот за меткой да то есть вот у меня меточка и я беру четко за ней и вот таким вот движением сгибаю и делаю прямой угол видите эта метка получилось даже нужно было раньше взять ну ничего страшного так и теперь нужно также сделать со второй стороной при этом вот эти вот концы нам нужно загнуть в одной плоскости то есть вот здесь вот я держу рукой так чтобы проволока не каталась туда-сюда беру за вторую метку чуть-чуть подальше все и так же загибаю вот немножко все равно видите одна часть поднялась нужно сделать так чтобы они были в одной плоскости вот так это конечно же альтернатива таким рамкам для сумок для косметичек они уже продаются готовые вы можете конечно же их купить но когда нужно сшить много косметичек на подарки например то легче конечно воспользоваться вот таким способом из второй вешалки делаем все то же самое вот такие две рамочки у меня получились у них должно быть одинаковое расстояние вот здесь и соответственно вот эти части тоже должны быть одинаковыми и угол здесь у меня прямой угол можно делать не прямой а допустим вот так 45 градусов можно варьировать а дальше у них острые концы да вот здесь где мы отрезали проволоку она такая остренькая может повреждать ткань я попробовала нагреть вот эту резиночку верхнюю и просто склеила ее концы вот она все там запаялась и ничего не торчит либо можно сделать клеевым пистолетом я сверху сделала просто вот такие небольшие шарики клея дала им высохнуть и все ну и что теперь самый главный фокус значит мы берем и вот сюда да там где у нас две планочки и торцы у нас остались не зашитыми и аккуратно вдеваем вдевать вот так вот с прямым углом не особо удобно но можно аккуратненько продеть еще у меня вот это сверху напыление такое антискользящее поэтому не очень хорошо входит но я сейчас потихоньку справлюсь ну вот вставила я рамочки и смотрите что получается в открытом виде это косметичка как корзина да вот она у нас такая большая устойчивая можно здесь кармашки на подкладке пришить дополнительно и чтобы ее закрыть она как саквояж работает вот так рамочки совмещаем берем молнию и закрываем и в закрытом виде получается вот такая красота сбоку вот так здесь можно поправить здесь получается складочка до из за того что там рамки и вот так выглядит можно варьировать размеры я еще шила вот такую чуть-чуть поменьше можно менять ширину высоту тоже как вам нравится открываем и смотрите как она об раскрыли все и она стоит вот вешалки берите берите такие пожестче и либо какую-то другую проволоку можно использовать чтобы вот эти рамки сохраняли свою форму не мялись все нужно закрыть захлопнули закрыли молнию все и готово надеюсь вам понравился этот мастер-класс сошьете подарочки для своих любимых женщин ну и на этом я с вами прощаюсь не забудьте поставить лайк и пока пока